Всем привет, меня зовут Карина, и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 1.1.4.5. Для этого откроем учебник, скачиваем инструкцию, для этого переходим по ссылке, нажимаем кнопочку «Скачать» в правом верхнем углу, и сохраняем нужную нам папку, и сам ПК-файрик. Нажимаем на ссылки, и он сейчас скачается. Пока он скачивается, можем посмотреть, что у нас в инструкции. Она у нас открылась автоматически, потому что у нас установлен Adobe Acrobat Reader, и у вас он тоже должен быть установлен. Смотрим, у нас есть топология, таблица адресации и несколько заданий, которые мы с легкостью выполним. Пока открываем ПК-файлик и ждем, пока он откроется. Это занимает буквально несколько секунд. Вот он уже открылся. Здесь нужно указать имя, например, мое имя Карина, email и дополнительная информация. Чаще всего это номер группы. И нажать кнопочку «Ок» и «Подтвердить». Наше задание перезапустится, и мы сможем сразу приступить к его выполнению. Сделаем наши инструкции немного больше и закрепим с помощью кнопочки «Топ», чтобы она никуда не пряталась. И приступаем. Нам нужно выполнить настройку основных параметров для RTA. RTA – это наш маршрутизатор. Открываем и сразу же переходим в командную строку. Вводим команду «Enable» и смотрим. Нам нужно устроить имя узла и баннер. Для начала настроим имя узла. Для этого вводим команду «ConvT», то есть «Config Terminal». И вводим команду «HostName». И название нашего маршрутизатора – RTA. Готово. Роутер в начале команды изменился на RTA, значит имя настроено. Далее нам нужно настроить баннер. Вводим команду «Banner – Mod». Открываем скобочки, решеточку или что-то из этого. Вводим любой баннер. Вы можете что-то придумать, я просто ввела любые символы. И двигаемся дальше. Нужно настроить пароли для всех линий. У нас есть всего две линии – «Консольная» и «Линии VTO». Сначала настроим консольную. Line – «Консоль 0». Вводим команду «Password» и сам пароль. Наш пароль попросили указать «Cisco». Готово. Вводим команду «Login», чтобы активировать этот пароль. И «Exit». Далее настроим пароль для линий VTOI. Для этого вводим команду «Line» – «VTOI 0» – «15». «Enter». Также команда «Password» и пароль у нас также «Cisco». Готово. И также вводим команду «Login». «Exit». Мы настроили все пароли для каналов. Остался только зашифрованный пароль «Класс». Для этого вводим команду «Enable» – «Secret» и сам пароль «Класс». Готово. Здесь нам команду «Login» вводить не нужно. И мы можем приступить к выполнению следующего задания. Нам нужно настроить IP-адресацию и описание интерфейсов локальной сети. Для этого пишем команду «Interface» и смотрим, какие интерфейсы у нас есть у RTA. Это гигабитный интернет 00 и 01. Подключаемся сначала к 00. «Enter». И нужно ввести IP-адрес. IP-add-address. И копируем IP-адрес из таблицы. «Paste». И также маска под сети. «Enter». Далее вводим «Description» и смотрим. Это сам интерфейс. Гигабит интернет 00. И здесь указываем соединение. Он соединяется с SV1. Значит, пишем «Link to SV1». «Enter». Также «No shutdown». «Enter». Мы настроили наш первый интерфейс. Интерфейс второй. ЧИ 0, 2, 0, 1. IP-адрес. Указываем наш IP-адрес. И маску под сети. IP-адрес. Маска под сети 255, 255, 255, 0. Далее «Description». «Link to SV2». «Enter». И «No shutdown». «Enter». Готово. И также «Exit». Все. Мы настроили IP-адресацию. И нужно сохранить конфигурацию. Для этого возвращаемся в режим «Access». И здесь пишем команду «Copy runningconfig.startupconfig.enter». «Enter». Нас спрашивают, точно ли мы хотим сохранить. Мы нажимаем «Enter». И «Да». Наша конфигурация сохранена. Далее нам с помощью таблицы маршрутизации нужно указать IP-адреса на PC1 и PC2. Открываем PC1, Desktop, IP Configuration и указываем IP-адрес. Можем ее скопировать просто или же переписать 255, 255, 255, 0. Закрываем. Открываем PC2, Desktop, IP-конфигурация. Копируем IP-адрес. Маска под сети. И нужно указать еще шлюз по умолчанию. Можем так же скопировать. Default gateway. Шлюз. Закрываем. И так же на PC1 тоже нужно указать шлюз. Копируем сам шлюз. И указываем. И закрываем. Готово. У нас уже есть 50 баллов из 60. И смотрим, что у нас осталось. Листаем вниз. Мы настроили PC1 и PC2. Нужно настроить SV1 для удаленного управления. С помощью таблиц-адресации настроить интерфейсы для SV1. Открываем SV1. SV2 уже настроен. Пароль Cisco. Enable. Класс. Готово. И нужно настроить сначала на SV1. IP-адрес. Вводим команду. CONVT. Интерфейс. У VLAN1. OSV. IP-адрес. У нас 10, 10, 10, 2. И маска по сети 255. 255. 255. 0. Enter. И знак no shutdown. Enter. Смотрим, что у нас осталось настроить. Мы настроили с помощью сблиц-адресации. Также нужно настроить шлюз по умолчанию. Для этого IP. Exit. IP Default Getaway. И указываем наш Default Getaway. Enter. И у нас 58 из 60. Мы можем нажать кнопочку Check Results. Особенность Items. И посмотреть, что у нас еще не настроено. Мы не сохранили конфигурацию на SV1. Для этого открываем SV1. Exit. Еще раз exit. Просто один раз. И теперь Copy. Running Config. Startup Config. Enter. И подтверждаем. Да. Наши конфигурации все сохранены. Мы можем закрыть SV1. И увидеть, что у нас наше задание было выполнено на 100%. 60 из 60. Еще раз можно нажать Check Results. Вот. У нас все выполнено правильно. Если у вас что-то не так, просто исправляйте. И нажимайте еще раз Check Results, чтобы удостовериться, что все окей. А на этом я с вами буду прощаться. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.